Настоящий подарок для люберецких бабушек и дедушек в день города состоялось торжественное открытие клуба «Активное долголетие». Там созданы все условия для интересного и полезного досуга людей старшего поколения. Подробности в следующем сюжете. Оставайтесь такими же активными, здоровыми, бодрыми и спасибо, что вы сегодня с нами. Я надеюсь, что этот клуб вы сделаете уникальным. Придумайте что-то свое с помощью своего творческого потенциала, с помощью тех наставников, которые здесь будут работать. Этого события представители старшего поколения ждали несколько месяцев. Открытие клуба «Активное долголетие» должно было состояться весной, но пандемия внесла свои коррективы. Зато в день города у люберецких бабушек и дедушек получился двойной праздник. Это четыре месяца мы сидели как в заключении и не могли дождаться. Дождались, у нас и настроение появилось, у нас энергия появилась. Теперь эту энергию есть куда направить. Вот, к примеру, фитнес-зал. Занятия по танцам, йоге и дыхательной гимнастике под руководством опытных тренеров теперь будут проходить здесь. Сегодня просто замечательная атмосфера сама по себе, потому что это новый комплекс. Великолепное оборудование, спортивное. Мы все были сегодня в ожидании чуда. И вот это чудо произошло. Самое большое помещение – зал для творчества. Здесь, подопечные клуба, будут заниматься рукоделием, рисованием, играть в шахматы и лото, а в кинозале устраивать поэтические вечера и петь в караоке. Расписание занятий сформировано и на первую неделю уже заполнено участниками. В базе «Активное долголетие» состоит уже больше двух тысяч с половиной человек. В связи с нормами Роспотребнадзора пока мы принимаем минимальное количество, но в связи с параметрами. Я думаю, что мы можем принять в неделю до 500 человек здесь. До конца этого года в Люберецких библиотеках и учреждениях культуры откроется 16 филиалов «Активного долголетия». А новый клуб работает с понедельника по пятницу с 9 утра до 6 вечера. Стать частью большой и дружной команды могут женщины от 55 лет и мужчины старше 60. Луиза Иги Азарян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.